Ну, смотрите, что меня смущает. То, что есть такое некое постановление ФЗ-44, по которому выставляется все на закупки и, в общем-то, выиграла в этом случае не авторы этого фонтана, а какие-то люди из Барнаула, потому что они демоковали по ценам. Ну, хорошо, они выиграли, выиграли, но они испортили, в общем-то, фонтан. В частности, бронзовые литые вот эти вот скульптурки покрасили такой вот краской, ну, как заборчики на могилах, памятники, в общем, так красят. Вот, но это натуральная бронза и можно было сделать с привлечением авторов. Что мне вообще, в принципе, вот этой истории как бы не нравится? То, что у нас театр не имеет охранного статуса. Кроме любви к горожан здесь ничего нет. Вот, несмотря на то, что он получил государственную премию, коллектив, ну, сейчас частично живой, в общем, слава богу. Ну, у меня отец умер 13 лет назад, ну, у него там доска висит. Вот, но остальной коллектив жив. В том числе живая Эльза Пак, которая, в общем-то, тоже автор этого фонтана. Вот, то есть сейчас вот по этому постановлению ФЗ-44 можно ремонтировать одинаково, что пятиэтажка, что уникальное здание. Это здание, в котором, ну, на котором выросло поколение вообще людей. И я думаю, что это визит, ну, со мной согласитесь, что это визитная карточка нашего города. И именно из-за того, что нет охранного статуса, в общем, вот такое происходит. Сейчас у нас следующая история – это реконструкция интерьеров. Значит, я прочитала техническое задание, ну, я член попечительского совета. Вот, и прочитала техническое задание, ну, потому что в прошлый раз, когда мы читали техническое задание, когда ломали фасады, вот, натурально, хотели поменять на керамогранит, меня тоже убеждали, что все там будет замечательно и хорошо, но прописан был керамогранит. Вот, и они должны, вот, ну, по контракту делать то, что там прописано. Вот, и мы включились, подключилась общественность, и, в общем, отстояли, увеличили, и, в общем, увеличили сумму, и, в общем, сделали камень, натуральный камень, как бы, сейчас интерьеры. Также формально прописано, формально прописано техническое задание. Вот, значит, очень много про конструкции, про экспертизы, очень мало про технологии театра, про стенографию. Это все общее прописано. Вот, общее прописано, что, ну, как бы, сохранить стилистику театра, но как проверять это будет, вообще непонятно, потому что в демонстрационных материалах этого задания 3D-визуализация, благоустройство, а, значит, там будет идти перепланировка на двух этажах, написано «объемно-планировочное решение». То есть объемно-планировочное решение, если на русский переводить с проектного, это планировки, ну, как бы, планировки. Как поэтому понять, что это будет стилистика театра сохранена, вообще непонятно. Когда проектировался театр, когда было решено общий объем, все интерьеры решались от художественного образа. Конструкторы, в общем, все работали под художественный образ. Сейчас идет наоборот. Вот. И мое мнение, в общем, ну, мы написали, как бы, я обратилась к экспертам по ГТУ, вот, мы написали письмо Кузнецову и Мазур, вот, о том, что техническое задание составлено, ну, плохо. То есть у нас есть опасения, что, в общем, по этому техническому заданию, в общем, будет сделано, ну, то есть, ну, это дается на откуп подрядчику, вот, как его проверять будет там и так далее. Я считаю, что нужно делать дополнительное соглашение, дополнительное задание. Есть живые авторы, в общем, этого театра, архитекторы, там, художники. Их в этот коллектив включить и дальше делать нормальные интерьеры, нормальную стенографию, нормальную технологию. То, что нужно театру. Конечно, театру нужны и фундаменты, безусловно, инженерные сети и все остальное. Это вообще, как бы, никто не отрицает. Тут достаточно долго не было ремонта. И я тоже всегда ратовала за то, чтобы, в общем, как бы, было начать реконструкцию изнутри. Потому что то, что произошло с фасадом, это просто, ну, вот оно сейчас хорошо выглядит, ну, а можно было это не делать. И такого же мнения автора, там, вот, Фролов, Валентин Глебович, он такого же мнения, ну, в общем, собственно, и автор театра, что можно было не трогать этот фасад, нужно было делать интерьер, нужно было делать инженерные сети, нужно, ну, как бы, заниматься изнутри. Ну, сделали и сделали. Сейчас он выглядит хорошо. В общем, ну, мы специально подбирали под крышу вот этот цвет, потому что вот это тоже, как бы, история. Когда мы еще не включились, не включилась общественность, просто, как бы, поставили перед фактом. Взяли, поменяли, значит, этот облицовку, ну, в общем, обшивку кровли, поменяли с оцинковки, ну, как бы, светлого, там, серебряного. Ну, а вот этот вот полимер, то есть это, вот то, что мы видим, это не медь, это оцинковка, покрытая полимером. И она выглядит так вот, ну, дешево она выглядит, если честно. Но как-то мы подогнали ее под цвет, в общем, ну, подбирали, мы подбирали камни, то есть были предложены варианты попечительского совета, и мы там с авторами, ну, в общем, театра, с творческим коллективом, с членами попечительского совета подбирали цвет, чтобы, в общем, он подошел к этой кровле, ну, потому что она изменилась, и, в общем, фасад весь изменился. Сейчас сделали, хорошо смотрится, по нашей инициативе там сделали подсветку, в общем, дальше вот опять эта же история, в общем, с фонтаном, вот, таким немножко загробным теперь, вот, и вот следующая история, это вот реконструкция интерьеров театра, а что касается реконструкции, в отличие от фасада, это будет делаться с закрытыми дверями, то есть это просто представится перед общественностью, как, ну, уже совершившийся факт, вот, как это будет продолжаться, нас, как членов попечительского совета, не привлекали к фонтану особо, значит, мы предлагали помочь с написанием технического задания, ну, просто, как бы, на общественных началах, потому что, вот, допустим, у меня 25-летний опыт, и основной, как бы, моя специальность, интерьер, вот, я бы могла, ну, помочь это все сделать, ничего такого, в общем-то, не произошло, вот, и сейчас я надеюсь на то, что общественность включится, и, в общем, как бы, мы сможем, сможем как-то, в общем, этот вопрос решить, ну, каким-то доп. соглашением, там, и так далее, в общем, потому что, еще раз повторюсь, вот этот вот, ну, этот закон, значит, он действует одинаково и на уникальные здания, и на любой ремонт в подъезде, то есть выбирается подрядчик по деньгам, вот, и кто, как бы, этот будет, неизвестно. Вот мы приезжаем, допустим, в Флоренцию, да, там были, там, меценаты, Медичи, да, вот, мы приезжаем, восхищаемся, красивые здания, там, скульптуры, все, но он выбирал того, кого он хотел, правильно? А не тот, кто, как бы, с неба упал, в общем, потому что это дешевле. Вот, и тут вот, что касается, ну, проектирования, это не такая большая, ну, не такие большие суммы по сравнению со строительством, но все закладывается в проекте, вот, я не знаю, ну, у меня, как бы, разные мысли, возможно, какие-то меценаты нам помогут, в общем, как бы, организовать, что мы смогли бы организовать, в общем-то, группу и все это сделать нормально, в общем.